В эфире программа «День города» в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! Главные темы на сегодня. Подготовка к вековому юбилею Александра Солженицына. В Рязани появится Центр Нобелевского лауреата по литературе, чья жизнь связана с Рязанской землей. И снова об ухабах. На дорожный ремонт в регионе планируют потратить 440 миллионов рублей. На ремонт дорог в регионе выделят дополнительные средства. Об этом сообщил губернатор Олег Ковалев. Всего на эти цели направят более 440 миллионов рублей. Треть пойдет на ремонт самых проблемных участков в Рязани, еще 100 миллионов на дороги в районах области. Подробнее в сюжете Оксаны Тебенихиной. Глава региона отметил, что к нему обратились депутаты Госдумы Российской Федерации. Елена Митина и Андрей Красов. Они провели ряд встреч с жителями области, в ходе которых были высказаны просьбы о приведении в порядок автодорог. Предложение рязанцев парламентарии передали губернатору. Мы здесь посмотрели с Минфином, посмотрели с Минавтодором и понимая всю остроту проблемы, нашли возможность выделить средства на строительство и ремонт этих дорог. По словам главы региона, в 2016 году в муниципальные образования будут направлены субсидии из областного бюджета в размере без малого от 444 миллионов рублей. В том числе на ремонт 25 самых проблемных участков автотрасс в городе Рязани будет выделено 343 миллиона. Остальные средства будут направлены в другие 28 муниципальных образований. Олег Ковалев поручил до конца текущей недели подготовить соответствующие решения. Контрольные функции за качеством, количеством дорожно-строительных работ передать от Минтранса, Минрегбезопасности. Потому что нельзя в одних руках сосредотачивать и торги, подряды и так далее, и контроль. Поэтому контроль должен быть вне этого ведомства. Поэтому я прошу, Алексей Владимирович, быстро подготовить соответствующие корректировки в наши нормативные документы. С тем, чтобы обеспечить уже законодательно передачу этих функций. Губернатор поставил задачу перед Министерством транспорта и автодорог региона организовать проведение подрядчиками строительства и ремонта трасс с обязательным соблюдением установленных сроков и качества. Главам следует организовать выполнение дорожных работ в своих муниципальных образованиях. Для Минавтодора сегодня нет важнее проблемы, и вы попадете под трамвай, в первую очередь, как руководители, в кавычках, под трамвай, если будут допускать брак в вашей подрядной организации. Олег Ковалев особо подчеркнул, что обязательным условием получения муниципалитетами субсидий является оперативное завершение разработки проектно-сметной документации. В ходе очередного заседания правительства региона губернатор Олег Ковалев заявил о том, что центр Александра Солженицына будет размещен в Рязанском доме Салтыкова-Щедрина. В настоящее время в Рязанской области, как и во всей стране, ведется активная подготовка к празднованию столетия со дня рождения Александра Исаевича, лауреата Нобелевской премии по литературе общественного и политического деятеля, который жил и работал в Рязани в течение 12 лет. Рязанская область активно включилась в подготовительную работу к юбилейной дате. В настоящее время разработан и реализуется план основных мероприятий, одним из пунктов которого является создание центра Солженицына. Планируется, что он войдет в состав Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Этот центр планируется как центр, будем говорить так, выдающихся людей Рязанской области. Это пожелание Натальи Солженицыной, почему она, в общем-то, подходит к этому так объективно. Она говорит, что я бы не хотела, чтобы был только центр Александра Исаевича, чтобы это был центр в том числе и выдающихся людей Рязанской области, чтобы люди могли прийти и посмотреть. Олег Ковалев подчеркнул, что рассматривалось несколько вариантов размещения центра. Этот вопрос широко обсуждался на различных экспертных площадках при активном участии общественности. В результате приоритет отдан зданию на улице Николодворянской, дому Салтыкова-Щедрина. Это памятник федерального значения, исторически связан с известными именами Рязанской области, такими как Салтыков-Щедрин, Хвощинская, Семенов-Тяньшанский, Кошелев и ряд других выдающихся людей Рязанской области. Дом расположен удобно в центре города. Недалеко будет от нового здания музея в шаговой доступности. И недалеко от гимназии номер два, где тоже будут проведены ремонтно-реставрационные работы, будет создан класс Солженицына. Кроме того, планируется разработать новый туристический маршрут по литературным местам региона, куда войдет центр Александра Солженицына. Организациям, которые в настоящее время располагаются в доме Салтыкова-Щедрина, будут предоставлены другие, не менее комфортные помещения и по количеству занимаемой площади, и по условиям размещения. Глава региона поручил вице-губернатору Сергею Филимонову взять на контроль эту работу. Перед руководством регионального министерства финансов, министерства имущественных и земельных отношений и Минкультуры области поставлена задача обеспечить реализацию всех мероприятий, установленные дорожной картой сроки. На совещании регионального отделения партии «Единая Россия» окончательно сформированы списки кандидатов на предварительные выборы, которые состоятся 22 мая. Подробнее Роман Дворецков. На заседании регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования «Единой России» были сформированы списки участников предварительного голосования по федеральному избирательному округу на территории Рязанской области и по одномандатным избирательным округам. Провел собрание комитета Аркадий Фомин. Напоминаю, что регистрация кандидатов проходила по общей федеральному списку и двум одномандатным округам. Зарегистрировано 27 кандидатов предварительного голосования. По общей федеральному списку на территории Рязанской области 8 кандидатов, по округу номер 156 – 11 кандидатов, по округу номер 157 – 8 кандидатов. Напоминаю, что вся информация о кандидатах и ходе предварительного голосования размещена на сайтах «Кандидат» и «Предварительное голосование». С момента выдвижения и до 21 мая проходит агитационный период предварительного голосования. Агитация осуществляется посредством дебатов и встреч. Графики уже сформированы и утверждены региональным оргкомитетом. Всего запланировано 14 дебатов и 33 встречи в регионе. Уже проведено 5 дебатов и около 10 встреч с жителями области. В эти выходные дебаты будут проведены в Шиловском и Сазовском районах. Главной задачей оргкомитета является создание равных условий и возможностей для всех кандидатов. При проведении встреч, дебатов, ведении агитации и доступа ко всей информации в ходе предварительного голосования. Информация для автолюбителей. Изменилось движение в гор-роще. Теперь по двум соседним улицам организовано одностороннее движение. На участке улицы Островского от улицы Политаева до Братиславской улицы в направлении Братиславской улицы. На дороге от дома номер 25 по Братиславской улице до дома номер 28 по улице Политаева в направлении улицы Политаева. На участках установили соответствующие дорожные знаки, на которые между тем никто не обращает внимания. И транспортный поток продолжает ехать так же, как и ранее, под запрещающий знак. Уважаемые автолюбители, будьте внимательны на этом участке дороги. Ситуация на рынке труда в регионе признана стабильной. Уровень регистрируемой безработицы низким, а количество предоставляемых вакансий достаточным. Такую оценку дали нынешнему положению представители регионального министерства труда. Так, в первом квартале этого года численность безработных составила менее 5,5 тысяч человек по всей области. А уровень регистрируемой безработицы не превысил значение в 1%. Эти цифры привели сегодня на брифинге в Министерстве труда Рязанской области, на котором побывала наша съемочная группа. Обозначенные на брифинге цифры 5,5 тысяч человек по всей области – самый низкий в период наблюдения за последние 17 лет. По сей день Рязанская область на шестом месте в Центральном федеральном округе. В 20-ке по Российской Федерации по степени стабильности на рынке труда. Хочу отметить сразу, что цифра 5,4 тысяч человек – это то количество безработных, которые находятся на территории Рязанской области. Это одно из самых низких значений, которое было практически за 10-летний период, практически с 1999 года. Основную долю безработных при этом составляют граждане трудоспособного возраста – женщины от 31 года до 53 лет и мужчины до 58 лет. 40% безработных имеют специальное образование, 20% ищущих занятий имеют высшее образование и меньше 1% среди безработных даже не окончили школу. Гендерных перекосов нет. Мужчины – женщины, находящихся в активном поиске в нашем регионе поровну. Мы выглядим стабильно хорошо. На сегодняшний день Рязанская область занимает 6-е место среди субъектов Центрального федерального округа и 20-е место среди Российской Федерации. Напомню, что уровень регистрированного безработицы по Российской Федерации составляет 1,4%. На брифинге также отметили, что кризисных ситуаций на рынке труда не предвидится. Ситуация стабильна и находится под контролем. В Рязанском Кремле состоялась презентация клада, который нашли на городище Старая Рязань. Он стал 17-м по счету. На презентации побывала Ирина Ковалева. Наконец-то предметы клада, найденного еще в 2013 году на городище Старая Рязань, вернулись с реставрации. В честь этого события в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике прошла презентация, в ходе которой можно было не только познакомиться с археологическими находками, но и увидеть уникальные кадры, показывающие, каким образом клад доставали из земли. Так что все гости презентации смогли ощутить свою причастность к этому значимому в мире археологии событию. И равнодушно смотреть на то, что происходит сегодня, просто невозможно, потому что это не просто 17-й клад, это целая история, которая открывается, когда мы смотрим на эти уникальные предметы. Нужно отметить, что этот клад стоит особняком от всех других кладов, найденных на городище Старая Рязань. И этому несколько причин. Во-первых, он был найден в самой древней части города, на так называемом северном городище. А во-вторых, клад этот прятал не хозяин украшений, а ювелир, который, по всей видимости, накануне взятия города наспех собрал все ценное и укрыл, в надежде вернуться и продолжить работу. Вот здесь есть вещи, которые мы принесли в починку, есть вещи новые, есть недоделанные вещи, есть сырье. Это слитки серебра, золото, фольга, другие какие-то заготовки. Но самое удивительное, что этот клад содержал не только ювелирные изделия, но и инструменты, с помощью которых они изготавливались, так называемые матрицы. Эти матрицы, по всей видимости, лежали в каком-то отдельном мешочке, но они лежали в верхней части клада и были плугом все-таки немножко растащены на большое расстояние. Но, тем не менее, значительную часть этого комплекса, этих матриц мы собрали их. Из этого клада происходит больше 80 штук. Вот они здесь тоже на выставке представлены. И они нам дают представление о том, как происходил процесс, весь процесс этого производства ювелирных украшений. Более ста предметов, которые и составляют клад, сегодня могут увидеть все желающие. Выставка дополнена копиями, которые сделал мастер, стараясь повторить древние технологии. Таким образом, организаторы пытались показать и рассказать, насколько изощренно и в то же время рационально работали средневековые мастера. Сегодня день рождения автора священной войны, гимна Советского Союза, нашего земляка Александра Александрова. На родине Александра в селе Плахино создали музей. А в Рязани память композитора увековечили, открыв на улице Советской Армии памятник и назвав сам сквер именем земляка. Композитор родился 13 апреля 1883 года в селе Плахино Рязанской губернии. В 1937 году Александров был удостоен звания народного артиста Советского Союза. В историю он вошел как автор музыки к гимну Советского Союза, который впервые прозвучал в ночь под новый 1944 год. Этот гимн оказался настолько значительным, что после небольшого перерыва он вновь зазвучал как гимн России, уже с новыми словами. Александров дважды получал сталинскую премию, вторую – посмертно. Режиссер Юрий Быков получил премию «Сирано» в номинации «Режиссер года» за фильм «Дурак», в премии, которую учредила французская газета в России «Ле Курье де Руси». Выделяются семь номинаций в разных направлениях творчества. Как отмечает издание, награждаются авторы, в творчестве которых прославляются ценности – независимость, верность своим убеждениям и цельность взглядов. Премия «Сирано» присуждается выдающимся личностям Российской Федерации и Франции в номинациях «Лучший кинорежиссер», «Журналист», «Художник», «Публичный деятель» и «Писатель». Так, лучшим режиссером, по мнению французской газеты, стал рязанец Юрий Быков. А вот дворник и художник из Ижевска Семен Бухарин, работающий в лицее, получил французскую премию в категорию «Художник года». Ижевчанин прославился на всю страну, творя во дворе лицея необыкновенные рисунки на снегу. Апрель не устает радовать жителей нашего города теплом и ясным солнечным небом. Весна окончательно вступила в свои права и в ближайшее время будет только набирать обороты. Подробнее о погоде расскажет Наталья Новикова. Весна встала на ноги и стала полноправной хозяйкой, что, конечно, не может не радовать. За окном тепло и солнечно, и даже вероятность небольших дождей, которые прогнозируют синоптики, не может огорчить. И что самое приятное, природа, похоже, и дальше будет продолжать в том же духе. Аномально теплая погода сохранится. Погода второй половины текущей недели будет носить преимущественно циклонический характер. Завтра, 14 апреля, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем не исключен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3,8 градусов тепла, днем 14,19 со знаком плюс. 15 апреля интенсивность осадков увеличится. Температурный фон существенно не изменится. 16 апреля под влиянием фронтов южного циклона на территории области ожидается дождь. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 градусов, а днем понизится до 11,16. В воскресенье станет еще чуть прохладнее и также не обойдется без дождя. Несмотря на это, тепло будет по-прежнему. Ну а дождь прибьет пыль и заставит природу расцвести быстрее. В общем, теплые вещи смело можно отложить в дальний угол. На всякий случай брать с собой зонты и вовсю наслаждаться чудесной погодой, которая действительно шепчет. Это все темы на сегодня. Сразу после новостного выпуска смотрите программу подробностей. Еще больше новостей, а также авторские программы на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok